Всем привет дорогие друзья! Сегодня, как и обещала, в преддверии праздников обязательно выкладываю видеорецепт тортика. Это моя личная интерпретация торта Пляцка Орхидея. Он очень получается вкусный, очень интересный. В нем в общем 13 слоев, то есть получается очень красивый разрез и при этом невероятно насыщенный вкус, разный, абсолютно разные текстуры, абсолютно разные консистенции, крема и это очень вкусно получается. Вот такой вот милый поросенок у меня пошел на корпоратив и сейчас расскажу я, как мы его делали. Для начала займусь шоколадными коржами. Белки со щепоткой соли отправляю взбиваться, желтки пока отдельно. После того, как белки у нас превращаются в пышную пену, добавляю сюда постепенно сахар. И отправляю свои белки взбиваться до растворения сахара. Тем временем, пока у меня взбиваются белки, я смешаю сыпучие ингредиенты. Здесь у меня какао, мука и сода будет. Обязательно просеиваем все сквозь сито, чтобы не было никаких комочков. И тем самым насыщаем кислородом, чтобы получить в итоге более пышную массу. Этот тортик покорил всех. Он был очень вкусный, очень сочный и не похож на ту орхидею, которую мы делали с вами раньше. Он значительно вкуснее и интереснее. Соду добавляем тоже к сыпучим ингредиентам. Гасить ее не нужно, так как у нас в составе есть здесь и какао, и будет сметана. Поэтому они у нас сами собой погасят соду. Я уже во многих тортиках заменила шоколадные коржи именно на вот этот сметанный бисквит. Он мне очень нравится, во-первых, потому что он получается очень пышным, красивым и очень шоколадным. После того, как взбились мои белки, добавляю к ним желтки и сметану. После этого взбиваю буквально секунд 10, чтобы просто разбились мои желтки и немного соединились белки со сметаной. Долго не взбиваю для того, чтобы белки не опали. Получается красивая нежная такая масса. К ней мы полностью добавляем все свои сыпучие ингредиенты. И аккуратно, как бисквитное тесто, перемешиваем снизу вверх. Вы видели, у меня здесь был большой двухъярусный тортик, почти на 8 кг. Поэтому количество ингредиентов у меня довольно большое. Этого количества хватит на прямоугольный тортик диаметром где-то 25 на 40. Вот такой вот. Если вам нужен тортик диаметром на 24 см, вы можете делать все на полпорции. И вам этого будет достаточно. А я буду печь сразу два коржа вместе. Духовка разогрета до 180 градусов. Распределяю свое тесто. И нужно печь до сухой лучинки. Это где-то минут 40-час. У меня просто здесь два больших коржа, поэтому они будут печься около часа у меня. Но обязательно смотрите, чтобы была сухая шпажка у нас. Пока у нас пекутся шоколадные коржи, займусь и заварным тестом. Воду, масло, сахар и соль поставила на огонь до закипания. Просеяла отдельно муку, отвесила и всю муку добавляю сюда в кипящей воде. Все быстро и тщательно перемешиваю, для того, чтобы заварилась вся мука и не было никаких мучнистых белых комочков, никаких проплешин не было. Газ уже можно выключить. На дне у нас должна начать появляться такая своеобразная корочка, вы видите внизу. Это знак того, что у нас уже все хорошенько заварилось. Нету никаких белых мест, еще немножечко перемешиваю и можно отправлять тесто немножечко подостыть, чтобы начать в него вводить яйца. И яйца у нас не заварились. Накрываем его пленочкой встык и тем временем займусь заварным кремом, пока остывает мое заварное тесто и пекутся шоколадные коржи. Я от литра молока 850 грамм с сахаром поставила на огонь до закипания, а в остальные 150 миллилитров молока добавила желтки, яйца и добавляю крахмал. Яйца у меня были мелкие, поэтому я добавляла еще 2 яйца. Если у вас крупные яйца, вам может быть достаточно вообще всего 6 желтков и яйцо добавлять не нужно, но можете добавить одно яйцо. После того, как закипело молоко, вы видели, я часть ввела тонкой струйкой, постоянно помешивая к яичной смеси и вернула обратно в кастрюльку. Поставила на огонь и варила до первых пузырей, чтобы наша смесь дошла до кипения, но не кипятить ее долго. Накрываем пленкой встык и отправляем остывать заварной крем. Как раз подостыло мое заварное тесто. Вы видите, опять же, у меня яйца мелкие, поэтому я буду добавлять 5 яиц. Если у вас яйца крупные, вам будет достаточно и 4 яиц. Вводим в тесто строго по одному яйцу, иначе с тестом потом будет невозможно работать. Вводим по одному яйцу и перемешиваем до полного распределения и однородной текстуры. Удобнее всего, конечно, делать это миксером. Лопатка эта займет намного больше времени или вилкой. После того, как яйцо полностью соединилось с тестом, вводим следующее яйцо, и так все 5. Получается очень такое мягкое и эластичное тесто, которое мы будем печь. Вот такое вот тесто получается. Я взяла форму ту же самую, на которой я делала шоколадные свои коржи. Форма здесь у меня 24. И таких пеку всего нам нужно на каждый ярус по 2 коржа заварных. Все тесто у меня не ушло. У меня еще пару ложек теста осталось. Я его не делаю слишком толстым. И пеку его в духовке. Духовка разогрета до 190 градусов, где-то 12-15 минут. Тесто должно красиво подзолотиться и подняться такими волдырями. Вот такое вот оно сейчас тоненькое. И вот такое вот оно получается после выпечки. Красивое и золотистое. Итак, пеку по 2 коржа на каждый ярус. Также нам понадобятся орехи. Это уже будет для безе коржей. Это будет 1 или 1,5 стакана орехов. Сколько у вас есть, столько и добавляйте. У меня здесь чуть больше стакана орехов. У меня было 120 грамм орехов. Орехи я поджарила в духовке. И затем их вот так вот молоточком немного измельчаю. Они не должны превратиться у нас в труху. Должны быть и мелкие, и крупные такие кусочки. Чтобы они чувствовались. Начинаю взбивать белки. Белки у нас остались от желтков после заварного крема. Ставлю 6 белков взбиваться со щепоткой соли. После того, как белки превратились у нас в такую как мыльную пену, добавляем к ним сахар. Вы видите, постепенно не бухаем весь сахар сразу. И взбиваем до полного растворения сахара и красивой такой пышной белой массы. Вот такая вот красота. После переворачивания белки не выпадают. Это значит, что они у нас взбиты хорошо. Теперь сюда к белковой массе будем добавлять орехи и кокосовую стружку. Кокосовая стружка у разных производителей с разным весом. Поэтому я и указала, что это может быть от 120 до 150 грамм кокосовой стружки. Больше вам не нужно. У меня это было 120 грамм. Три пачечки по 40 грамм у меня было. И аккуратненько перемешиваем лопаткой до просто соединения ингредиентов. Нам нужно из этого количества испечь по одному коржу на каждый ярус. Корж должен быть довольно такой толстенький и красивый, как на киевский тортик. Вот такая красота. Очень ароматная такая орехово-кокосовая у нас получается. Теперь нужно распределить ее по кольцу. Я буду печь сразу оба коржа на первый и на второй ярус, чтобы долго не сушить. Они имеют свойство немножечко увеличиваться в размерах, поэтому вы можете взять диаметр формы на сантиметра полтора меньше, чем у вас был шоколадный корж. И просто поднимаете разъемную форму, и у вас белковая масса прекрасно отходит и остается на коврике. Перцы или сушиться, они у нас будут при температуре 100-120 градусов в духовке где-то часа, наверное, полтора-два хороших. И затем духовку нужно будет выключить и дать им полностью остыть у вас в духовке. Вот такая вот красота у нас пышная получается, и отправляем их сушиться. Теперь утром уже начинаю сборку своего тортика. Масло взбиваю с сахарной пудрой до хорошего такого посветления и увеличения в объеме. Также нам понадобится половина заварной основы, которую я достала из холодильника. И они вместе с маслом у меня простояли пару часов при комнатной температуре, чтобы они были абсолютно одинаковой температуры. Иначе масло у вас расслоится. Опять же, я здесь указала, что масло может быть как 400, так и 450 грамм. Если у вас масло жирностью 82 и больше, то тогда вам достаточно будет 400 грамм. Если 72 с половиной, то тогда лучше возьмите 450. И получится вот такой вот красивый, однородный, абсолютно не расслаивается крем, очень воздушный. А для сливочного крема взбиваю сливки с сахаром. И уже холодную заварную основу мы добавляем к сливкам, после того, как они у нас полностью взбиты. По ложке добавляю, и оно у нас красиво распределяется. Получается вот такой вот красивенный, очень легкий и воздушный крем-пломбир. Вот такая вот красота. Абсолютно не текучий, вот такой красивый, нежный и очень-очень вкусный. Посмотрите, какой шоколадный корж у меня в разрезе. Вот такой вот он черный, насыщенный, сплошной шоколадный и очень-очень воздушный. Я очень сейчас люблю эти коржи. Не забываем, конечно же, что их нужно пропитать, чтобы тортик у нас не был сухой. Пропитку можете выбрать по своему вкусу. У меня здесь буквально полторы столовой ложки сахара на 200 грамм воды, немножечко коньяка и немножечко кофе. А вы можете делать по своему вкусу. После пропитки коржа с задней стороны, с нижней, ставлю немножечко масляного крема и ставлю на подложку. Это нужно для того, чтобы наш тортик никуда не ездил. И пропитываем уже сверху. Много нижний ярус тоже не пропитывайте, он все равно должен остаться у вас устойчивым и еще впитать часть крема. Вот мои заварные коржи, они получились немножечко больше в диаметре. Я их просто кольцом вырезаю. Вот так обрезаю краешек, чтобы они у меня подходили и были не больше, чем шоколадный корж в диаметре. Ставлю разъемное кольцо, так как тортик у меня будет высокий и его лучше, конечно, собирать в разъемном кольце, чтобы потом можно было удобно его поставить под пресс. Теперь на низ берем сюда крем, который у нас со сливками. Он пропитает и заварной корж, и шоколадный. Распределяем его. Вы видите, слой не очень тоненький, потому что заварное тесто очень много впитает в себя крема. И кладем сюда наверх заварной корж. Для того, чтобы заварной корж у нас пропитался еще лучше, буквально одной-двумя столовыми ложками этого же сливочного крема чуть-чуть-чуть смазываю заварной корж сверху. И затем у нас идет корж, который с маслом. Точнее, не корж, а крем, который с маслом. В принципе, можно было не смазывать сливочным кремом, тут уже смотрите по своему усмотрению. Но здесь у нас обязательно идет масляный крем, на который мы будем с вами укладывать зефир. Почему на масляный, а не на сливочный? Потому что иначе зефир у вас будет просто выезжать и выплывать с этого сливочного крема. А в масляном он очень хорошо и устойчиво стоит. У меня вот такой вот зефир розовый и белый в наборе был. Можно купить только розовый. Но я буду ложить на нижний слой розовый зефир, а на верхний белый. Так будет еще красивее. Каждую зефиринку вот так вот разрезаю на 4 части. То есть, каждую половинку на 2. Одну целую зефиринку на 4 части. Этот какой-то у меня такой с малинкой. Пахнет очень вкусно. И покрываем здесь весь нижний ярус зефиром. Половинка, что у меня осталось, я ее просто разрезаю и укладываю там, где чуть-чуть не хватило. Здесь какие-то проплешины. И наверх на зефир обратно у нас идет крем, который с маслом. Наверх крема, который с маслом, пойдет у нас вот этот безе корж. Который уже высох. Он остается немножечко эластичным. Он не полностью такой дубовый, как кирпич. Он немножечко эластичный получился. Но и при этом он не как корж. То есть, он не мягкий, не крошится. Это именно полноценный безе корж. Смазываем кремом, который с маслом, наш зефир и укладываем в корж безе. Его тоже мне пришлось немножечко обрезать кольцом, потому что он получился тоже немножечко больше, чем моя форма. Обратно идет крем, который с маслом. Если мы положим на безе корж крем, который со сливками, то у нас безе просто начнет растворяться. И толку от этого безе коржа не будет. Да, вы почувствуете там какие-то орешки, но никакой текстуры, ничего вы больше не почувствуете. А если вы используете масляный крем, либо какой-то ганаш, соответственно, у вас будет абсолютно другая история. И на этот уже крем мы выкладываем белый зефир порезанный. Можно полностью использовать весь розовый или весь белый, но однозначно с розовым прикольнее. Также распределяем белый зефир. Всего у меня ушло где-то около полукилограмма зефира на два яруса. Вот такая вот красота. И покрываем немножечко его масляным кремом. Он прекрасно соединит наши безешки, они никуда не будут выплывать. У нас в разные стороны и съезжать, и скользить. Следующим у нас уже пойдет обратно заварной корж. Который нужно будет снизу немножечко смазать, опять же, сливочным кремом, для того, чтобы он лучше пропитался. Сейчас покажу, что я имею в виду. Здесь у нас уже красота, но, наверное, нужно мне немножечко поднять форму, потому что уже не влазит мой тортик. Вот мой заварной корж. На него ставлю буквально 2 столовые ложки крема и размазываю по дну. И ставлю уже на масляный крем. Так просто наш заварной корж лучше пропитается с обоих сторон, как бы. Потому что масляный крем все-таки же не даст той пропитки. И наверх выкладываем сливочный крем. И сверху уже в завершение на сливочный крем у нас пойдет шоколадный наш корж. Затем нужно будет дать тортику минут 40 постоять при комнатной температуре, чтобы немножечко размокли у нас коржи заварные, которые и впитался крем. И потом нужно будет поставить тортик под пресс. Не очень надолго и не очень на тяжелый пресс. Буквально килограмма полтора-два будет достаточно. И то это если вы собираете тортик в форме. Потому что иначе вам будет сложно поставить под пресс, так как тортик довольно высокий. Чтобы он не разъехался у вас в разные стороны. Вот такая вот красота. Немножечко придавливаю, прижимаю, чтобы вышли все пустоты. Тортик получается высокий. Сантиметров, наверное, 12-13 точно в высоту получился у меня. И затем я его покрыла картошкой после отстаивания. И покрыла шоколадным ганашем. И уже работа с мастикой украшала, как мне хотелось. Этот тортик получился нереально вкусный. Он понравился всем на корпоративе. Он был очень красивый в разрезе и очень красивый снаружи. Я надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Всем удачи и с наступающим вас с Новым Годом. Обязательно попробуйте и не забудьте, конечно же, поставить палец вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...